Эти рисунки можно рассматривать долго. Во многих детская непосредственность граничит с художественной выразительностью. Тематика традиционного конкурса, подведение итогов которого состоялось в Центральном музее военно-воздушных сил в Монино, в этом году расширена. Но прежде всего оценивались работы, отражающие жизнь музея, его экспонаты. Их насчитывается более 54 тысяч, в том числе 194 летательных аппарата, 118 образцов авиационных двигателей и более 5000 предметов техники. На конкурс было прислано 184 рисунка из разных городов России. Каждый ребенок, принимавший участие в нашем конкурсе, имеет право взять за руку своего родителя, одного родителя, и бесплатно провести по залу Центрального музея военно-воздушных сил. И на открытой площадке, и на закрытой площадке. Мы каждому даем это право. По итогам конкурса каждый участник получит именной диплом, а 15 работ по 5 в 3 возрастных категориях были удостоены специальных призов, которые ребятам были торжественно вручены ветеранами-летчиками. В заключительной части мероприятия среди 15 основных победителей был разыгран главный приз. Для определения победителя была приглашена ветеран Великой Отечественной войны, штурман 1-й эскадрильи 125-го гвардейского авиаполка Галина Брок-Бельцова. Сегодня вопросы культуры выходят на первый план. Там, где культура, там обязательно ум, воля и талант. Сегодня мы увидели, без творчества нет побед. Здесь творцы. Творцы в том числе и победы желанной, очень-очень догожданной и очень-очень заслуженной. Счастливой обладательницей главного приза стала ученица 8-го класса 14-го лицея имени Гагарина Мария Сорокина. Она обратилась к гостям мероприятия с призывом никогда не опускать руки и верить в свои силы. Традиционно из года в год экспозиция, на которой в музее представлены детские рисунки, обновляется. Так будет и сейчас. Все присланные на конкурс рисунки можно будет увидеть в залах музея на протяжении этого и следующего года. А в 2024-м конкурс откроет новые имена. Андрей Циханович, Александр Оржевский, Щелковское телевидение. Продолжение следует...